Номер 3 за 16-й год Значит тут я начал, начались у меня задержки выпуска газеты Возможно они и сейчас будут продолжаться Потому что это мое хобби Я, так сказать, тружусь Но так как у меня различные интересы Вот сейчас я хочу и написать сценарий И снять фильм, если мне все это удастся Ну по крайней мере то, что я могу Я могу написать книгу, написать сценарий О первом олимпийском, советском олимпийском чемпионе Иване Удодове Мы с ним обмывали мой мастерский значок И вот благодаря спорту он себя сделал И уже в 52-м году завоевал олимпийское золото Возможно это самое первое олимпийское золото В Советском Союзе Разные там есть разночтения Что мол там метательница первая была Ну это разберемся Мой травник, живокост Окопник лекарственной Очень интересная трава Очень хорошая трава Вот вы почитайте Как она действует Вот впервые с живокостом я познакомился На передаче Малахов Плюс Но я уже частенько рассказывал Эту историю Муж с женой были на передаче Молодые люди И вот жена как раз рассказала Что она пошла проведать свою подружку в больницу И там увидела такого парня Положила на него глаз А ей говорят Слушай, он не жилец Потому что у нее такое заболевание Значит вот гниют кости Гниют кости И значит что ему Положат в больницу Почистят А потом опять рано Продолжает развиваться То есть какая-то инфекция Или лишь Ну вот такое вот заболевание Что ничего Что-то ему не помогает И все Больше и больше и больше И вот она Или они вдвоем узнали Что существует Такая травка Живокост Которая видите Само название Говорит о том Что она заживляет кости Они начали ее применять Применяли оригинально В виде клизм Ну допустим Берут грушу Делают водный настой Что там Напар И через грушу Вводили Значит Толстый кишечник Говорит Отпали Различные полипы Которые там были То есть А полипы говорят о том Что понимаете Весь организм Уже знаете Как в дремучем лесу Там уже водятся И волки И лисы И мышки И медведи И все 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 Заколодило Замуравело Почему И ничего не помогает А это значит Живокост Как начал там действовать Значит Полипы Отошли Весюльки Которые на шее Были Отпали И после одного Курса После одного Курса Раны У него Исчезли Он Выздоровел Представляете Вот тебе И медицина Вместо того Чтобы вот это Использовать У вас будут Согласно Там какого-то Протокола Лечить Лечить Так Как там Написано И Не Факт Что вылечат Но Лечить будут Считает Что это Правильно Вот А то значит Мазь Суставы Потом Значит По-моему Доктор Тайц На С Германии На основе Значит Живокост Сделал Различные Мази Все это То есть Медицина Современно Подхватила Но Насколько Там Она Помогает Я Не знаю А вот Это Действует Действует И Прекрасно Ну Сам Я Немножко Принимал Этот Живокост Ну Вот Так Вы знаете На вкус Очень Очень Терпкий Такой Вяжущий Но Как-то Своеобразно Вяжущий Вот Этого Как раз Вот Этой Энергетики Как раз И Не Любят Разного Рода Паразиты Грибки Там Полипы И так Далее Кстати В связи С тем О паразитах Которые Я упомянул Буквально Таки Сегодня Я там Листаю Фейсбук Там Только Хоп Статья Там Попадается Что Там Лечат Паразиты И Беседуют Значит С Специалистом Современным И Если Раньше Говорили Что У нас Там Ну Допустим Грубо Говоря Какие-то Грибки Час Там Обитают Какие-то Там Бактерии Знаете Ограниченно Обитают Какие-то Такие Общие Паразиты Обитают Черви Ну Разновидности Ну Пусть Там Десять Да Теперь Говорится Что Этих Листов Более Двух Тысяч И В сердце Не бывает И В головном Мозге Бывает И Везде Там Они Бывают И Люди Час Час Помирают От Проблем С сердцем Проблем С сердцем И Потому Что Там Сердце Там Слабо Или Еще Что А Потому Что Там Они Глисты Живут И Как раз Они Показывают Уже Снимки Сердце Разрезали Бах А Там Как Белый Волос Эти Все Паразиты Глисты Естественно Человек Помирает Так А это Дальше Я Разбираю А именно Как Мне Помимо Того Что Существует Семь Тел А Как Они Выстраивают Выстраивают Физическое Тело Вообще Как Она Ну Вот Я Все Это Дело Тут Пытаюсь Разобраться Вихри Ауры Чакры И Так Далее И Того Подобного Вот Видите Из Собственной Души Образование Физического Организма Человека С позиции Тибетских Врачевателей Как Это Описано В Голубом Бериле В Средневековом Трактате Из Собственной Души Появляется Вижняна Органов Чувств Вижняна Это Различающее Познание То есть Нечто Что Что Должно Различать То есть Как бы Сказать Вот Ну Задатки Или Первооснов Далее От земли Мясо Кости Нос И Обоняние Первоэлементы Связаны С тем Или Иным Органом Чувств От воды Кровь Язык Ожущение Вкуса И Влаги От огня Тепло От света Лоза Зрение От воздуха Дыхание Кожи И Сизание От пространства Отверстие Уши Голос От прежних Привычек Способность К деяниям Прежние Привычки Вот Все это Откуда Они берутся Прежние Привычки Из прежних Жизней Которая Душа Передает Вот Духу И все это Откладывается В его носители Будки Так От прежних Привычек Способность К деяниям С течения Этих Условий И причина Следственных Связей Образует Тело С течения Этих Условий И причина Следственных Связей Образует Тело Карма Я взял Подзаменил Чтобы было Слово Карма Ясно Причина Следственных Следственных Связей Образует Тело То есть То Что мы будем Иметь В прежней В той Жизни Мы Закладываем В этой Поэтому В этой Жизни Нам Надо Соответствую Так себя Вести Что если Тут Какие-то У нас Ну Проблемы Чтобы мы Их здесь Решили И не Перетянули В прежнюю Жизнь Вот Из средневекового Трактата По медицине Почитайте На чем Основано Инвидуальное Отличие Человека Описание Жизненных Принципов Что Чего Разгородчает Кстати Я Когда Начал Исследовать Для себя Темперамент Ну Как-то Там Говорят Древние Так Сказали Вот Есть Флегматика Значит Это Флегм У него Много Есть Сангвиник Значит У него Там Кровь Нормальная Есть Черная Желчь Меланхолик Или Желтая 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 Еще Там Кто-то Ну В таком Короче Духа То То есть В зависимости От Особенностей Вот Как Вот эти Первоэлементы Выражены В теле В каком Как бы сказать Пропорциональном Количестве Настолько Человек Большой Маленький Быстрый Там Небыстрый И все это Отражается Где Конечно На нашем Уме Уме В первую очередь Он быстрее На наших Нервных Процессах Они будут Быстрее Ити Медленнее И так далее А вот Что касается Опознания Это несколько Уже Иное И наконец Таки Заговор Заговор Почему я О заговоре Так ухватился В начале Было Слово И слово Было У Бога И слово Было Бог То есть Слово Идут Воздействия Прямо На дух Прямо На тонкие Тела Это скорее всего Будхи Душа И оттуда Уже она Идет Дальше По цепочке Этих Тел Тонких И Естественно Оказывает То Или иное Влияние Значит Тут я Начал Автобиографию Все Как-то Начинаю Ну Продолжаю Не забрасываю А продолжаю Ну На этом Мы И Закончим Субтитры Игорь Негода Продолжение следует...